Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу записать еще один ролик. Вообще он больше для меня, нежели для вас, потому что не хочу потерять информацию. Ту информацию, которую смогли раздобыть по воле случая Андрей Ахримук, Ирина Остапук. Я вместе в процессе работы. Это наработка. Так уж случается, мы будем сегодня говорить о ранних стадиях онкологии, да и вообще нехороших разных заболеваний, о стрессах. Так уж случается, что наша медицина считает, что произошел стресс и развилось заболевание. И что стрессы во всем виноваты. Так вот, я понимаю, что сегодняшний ролик может быть голословным, потому что у нас есть только одна история, пока только одна. Мы схватили буквально начало заболевания за хвост. И даже мы не можем это подтвердить медицинскими анализами. Но, я думаю, что наш опыт уже работает и с аутизмом, и с другими заболеваниями, внушает доверие, когда мы говорим, да, это развивалось то заболевание. Во всяком случае, сейчас вы будете слушать, о чем речь, и поймете, что так оно и есть. Итак, у нас была история. 17-летний юноша попал в стрессовую ситуацию. И через два дня после стресса показал, что у него под мышкой развился узел, лимфоузел. Он превратился в ветский орех, имел красный оттенок, красно-синеватый. Очень болезненное уплотнение. То есть он трогал пальцами, и это вызывало боль. И вот с этим обратился, что... Что с этим делать? Был испуг, был страх, что это нехорошее заболевание. И оно развивалось очень быстро. Когда мы спросили, когда он впервые заметил этот орех, оказалось, что за два дня до стрессовой ситуации. Но так уж получается, что потом, когда уже развивается заболевание на более поздних стадиях, уже человек не вспоминает, что было все за два дня, а считается, что виноват стресс. Но механизм, который работал там. Была кармическая история. Третью жизнь подряд он и этот человек, с которым произошла ситуация стрессовая, они уже третью жизнь подряд в карме. И в этой кармической истории один должен был перенести боль, а другой должен был заболеть. Заболеть, отмучиться, умереть. И в следующей жизни от этого заболевания умер бы и этот первый. То есть у них уже и следующая жизнь была в сценарии прописана. И вот так получается, что... Этому не суждено быть. Как происходит история? Влетает информация в бутерброде, в коллективное, влетает зерно болезни информационное. Оно влетает на сигнал, который в коллективном формируется. То есть формируется сигнал, который привлекает информацию из коллективного. Из коллективного падает в интеллект тела. Интеллект тела тут же начинает разбрасывать по другим слоям психики информацию, проращивает в картину мира, начинает расти лимфоузел. И тут же эго, меняются личностные характеристики, и ум обрабатывает. И уже наш парень расстроен, увядает, он уже себя хоронит, и понеслось, понеслось, понеслось. То есть наша психика отработала, на уровень души еще заболевание не вышло, потому что сознание не было сформировано. Что было в узле по физиологии? Узел был сформирован из собственных клеток, уплотненных этого парня. Там была пустота, заполненная определенным веществом таким, субстанцией, я назову это. Эта субстанция еще не обладала сознанием, но от нее шли щупальца. То есть, если посмотреть узел, то вот здесь получалась такая вот как бы петля, и вот сюда от этой петли шли в разные органы и системы, по лимфосистеме шли щупальца. Вот здесь как бы пустота. А на конце каждой щупальцы получалась была такая черная нитка, как ДНК. Вот эта черная ниточка обладала сознанием. То есть, приземлившись и дойдя до определенного узла, до определенного органа, там бы сформировалась потом болезнь. И потом вот этот вот узел уже бы стал управляющим сознанием, когда бы сформировалось сознание болезни. А оно сформировалось бы когда? Когда вышло бы на уровень души, да, в психике. То есть, немножко подвинуло душу, и начало, сформировалось бы сознание отдельное, которое бы потом начало формировать свою клеточную субстанцию, да, свое клеточное тело. Вот так развиваются эти нехорошие болезни онкологические, да. Мы начали блокировать это все у молодого человека, соответственно, вытянули из психических структур и вытянули из тела. Когда мы вытянули это все из тела, удалялось легко, удивительно легко. Ранняя стадия удаляется крайне легко. Но они постоянно возвращаются. И вот эту петлю удаляли вообще очень долго. То есть, фактически, удаление заняло 8 дней. Когда вытягивали, обрабатывали, удаляли. Подожди, пожалуйста, моя зайка. И вот, представляете, вот, казалось бы, ранняя стадия работы была значительно больше, чем когда мы работаем с поздней стадией. С поздней стадией вытягивается заболевание легко. А тут тяжело. Почему тяжело? Потому что вот это зерно обладает определенным энергетическим, информационным, определенным энергетическим импульсом. Оно полностью сформировано под кармическую историю. И для того, чтобы развернулся кармический сценарий, бюджет энергетический достаточно большой. И получается, что мы вот этот вот импульс мы постоянно гасили. Три раза в день шла работа, утром, в обед и вечером гасили, 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 пока не свели на нет. И пока не перепрописали сценарий в будущем. То есть в будущем уже этой болезни нет ни в этой жизни, ни в следующей. И у того человека, который должен был ею заболеть в следующей жизни, сценарий тоже, соответственно, меняется. Ну, если захочет заболеть, не захочет, не заболеет. Интересно, вот как это все развивается. Ну, получается, обрабатываешь психические структуры, обрабатываешь физиологию и обязательно следишь за энергетикой. И два момента на заметку. Все-таки стресс, стрессовая ситуация, это уже ситуация в картине мира. Она вторична. Болезнь появилась за два дня до этого уже на физиологии. И, значит, где-то за неделю до этого, или там за несколько дней, уже произошел информационный вброс, да, для того, чтобы этот бюджет начал разворачиваться. Эта картина мира начала разворачиваться. Поэтому пенять на стрессы как на основу болезней, да, что именно они формируют болезнь, я бы все-таки не стала. Я бы все-таки разворачивала кармические сценарии. Когда мы их разворачиваем, мы их можем закрыть, мы их можем отработать и мы их можем убрать. И тогда не развернется картина мира. Это один момент. Второй момент. Когда мы разворачиваем кармические сценарии, надо, чтобы человек прочувствовал и осознал. А когда он чувствует и осознает, он плачет. Дело в том, что когда, вот при всем том, что этот молодой человек и плакать-то умеет, но наш социум, он запрещает мужчинам плакать, он запрещает мальчикам плакать, как это так они будут, как девочки. Так вот это глупость. Мужчины тоже плачут. Мужчины тоже выводят эмоции. Стресс надо гасить. Энергию надо выводить, энергию болезни. Эмоцию надо убирать из тела. Ничего не надо в теле подавлять. Это не мусорка. Для того, чтобы в ней накапливать все ненужное. Включая потом ненужные эти чужеродные клетки. Мужчинам надо уметь плакать, учить плакать, чтобы они умели плакать, чтобы они умели осознавать и умели выводить. И еще очень важный момент, который хочу обратить внимание. Это очень классно, что мужчина в 17 лет может подойти и сказать матери о том, что у него есть проблема. Потому что если бы этот мужчина пропустил эту проблему и родители узнали о ней позже, то все могло бы закончиться не так весело. А на сегодняшний день у него уже нету следа от этого лимфоузла. Стресс гасится. И все у него в жизни будет просто замечательно. Вот так, дорогие друзья. Кто работает с ранней онкологией, я думаю, это пригодится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.